Вы всё время говорите о том, чтобы подняться к корням. Хотелось бы поконкретнее понять, что вы имеете в виду и что для этого надо сделать. Подняться к корням – это значит подняться выше своего эгоизма и начать ощущать свойства природы во второй плоскости, в альтруистической. Мы живём в мире, в котором существует только свойство получения. То есть каждый элемент природы желает всё время получать, получать, получать. Есть и свойства отдачи, но это отдача только ради получения, как мы друг другу допустим, или как плюс-минус. Всё равно всё построено на абсолютной выгоде каждого элемента природы. А высший мир, он построен на обратном свойстве, на свойстве отдачи. И вот эти два мира – наш мир и высший мир – они между собой связаны и сосуществуют. Только мы не видим этой связи, потому что мы ощущаем только одну сторону природы – свойства получения, а свойства отдачи – её нет. Вот для того, чтобы выйти в корни и начать ощущать корни, каким образом они воздействуют на нас, для этого нам надо обрести свойства отдачи. Оно не даётся просто так, что я вдруг начинаю отдавать, быть каким-то там божьим одуванчиком, или там как-то альтруистом. Это всё не получается, в нашем мире такого нет. Всё работает только на чистом эгоизме. А подняться к корням мы можем только, если мы вызываем на себя высшую энергию, высший свет, так называемый. Когда мы его вызываем на себя, то тогда он нас переделывает. Он создаёт у нас ещё одно свойство дополнительное – свойство настоящей отдачи. То есть так же, как у нас есть абсолютно бескорыстное получение, и я готов получать, и получать, и получать. Так же у меня должно возникнуть противоположное этому свойство – отдавать, отдавать, отдавать. И я должен быть выше этих обоих свойств, и действовать ими, реализовывать их в соответствии с, как сказать, реализовывать их в соответствии со своими решениями, не эгоистическими. Вот выйти на такой уровень нам помогает наука Каббала. Она вызывает на нас особый свет, особое излучение с высшего мира, от корней. Свет от корней приходит в наш мир, и я в итоге могу тоже подняться, как бы своими действиями влиять на корень. То есть от корня к ветви, ко мне, сюда в нашем мире приходит воздействие, и я тогда в соответствии с этим воздействием могу влиять на свой корень, на свою судьбу. Вот на этом, в принципе, устроено изменение человека под воздействием изучения Каббалы. Это то, что должна вам дать Каббала. То есть возможность управлять своей судьбой.